мирские дела, мирская жизнь, тело в том числе. Это есть проекция. Не первый раз об этом идет речь. То есть, можно сказать, это проекция в нашем мире. То, что существует. Проекция лишь части нас. То есть, это вот маленькая частичка того, что здесь у нас существует. Из того, что мы есть на самом деле. Хорошо. И эта проекция нуждается сейчас в разрешении разных вопросов. Осознаем себя здесь и сейчас. Можно задать себе вопрос, кто я есть на самом деле. Кто? Продолжение следует... И мне показывают судьбу. Речь идет о том, что у человека есть судьба, и не получится перепрыгнуть через какие-то события. То есть мы течем в этой реке судьбы так, как надо. И перескочить, например, телепортироваться с одной части реки в другую, не очень-то возможно. То есть надо принимать общее течение жизни, принимать судьбу. Ну ладно, речь пойдет про судьбу, значит, сегодня. Тогда что такое судьба и как благоприятно, максимально эффективно проживать свою судьбу? Ну, во-первых, Бог нас любит. Бог есть, то, что мы есть, эта любовь есть и внутри нас, и вокруг нас, и во всем проявленном мире, и за его пределами. Сейчас ощущаем эту любовь. Эта любовь проявляется через нас во все, чего мы касаемся в этом мире, что мы создаем, в том числе и создание своей собственной судьбы. И выбор этой судьбы до рождения. Ощущаем любовь внутри нас, вокруг нас, во всей нашей жизни. Ощущаем себя как любовь. Мы есть проявление этой любви. Отдаем. Отд está. Она. rick acontece. Эта. Эта. Это-. Она самый. Эта. Эта. Эта eigene. Эта. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не ограниченной никакой формы... Пребывающей в океане без формы... есть наш мир и то есть как некая проекция который в которую играет часть нас то есть одна маленькая частичка нас входит в эту проекцию и создает этот мир и в этом мире существует карма существует закон создание этого мира существует переплетение судеб сама судьба выбранная душой и духом и мне говорят что изменение судьбы возможно вот в этой проекции в ней есть определенные законы по которым работает эта проекция проекция это весь наш существующий материальный мир то что находится внутри колеса сансари за пределами этого крыса есть то что есть есть бесконечность и в том числе весь этот существующий мир вся эта проекция она тоже есть в это бесконечность и изменение судьбы возможно оно возможно с позиции когда мы осознаем себя как бесконечность как то что мы есть на самом деле когда мы пребываем в этой бесконечность и невозможно когда мы находимся внутри в самой проекции тогда такой вопрос раз это показывает показывают эту некую возможность изменения судьбы если такая возможность сегодня нам показана то нужно ли нам как-то менять свою судьбу можем ли мы ее сейчас поменять на что-то лучшее как-то максимально эффективно лучше проходить проживать свою жизнь благоприятно может быть есть какие-то для нас более благоприятные сценарии проживания изменения судьбы ну хорошо значит практика такая это как некий шанс сейчас шанс поменять свой судьбу мы это делаем только из состояние осознавания своей истинной природы мы не не придумываем ничего мы в этом состоянии можем только выразить свое тонкое намерение о благоприятном это это намерение оно не должно быть в форме мыслей это как некое внутреннее состояние жажда вот этого благоприятного когда душа жаждет пребывания в этом благоприятном то есть можно сказать что это должно быть желание души благоприятно проживать судьбу поэтому мы не можем в этой бесформенности создавать какие-то события например я хочу там это или это потому как это будет уже другого рода желание желание касаемо той формы в котором мы пребываем в которой мы пребываем внутри колеса солнца поэтому мы просто создаем такое тонкое намерение по изменению своей судьбы сторону благоприятного то есть благоприятное проживание жизни в этой проекции в этом мире благоприятное разрешение соответственно всех вопросов проживания того опыта который нам дан создаем такое намерение пусть наша судьба будет благоприятное это такое желание когда мы не желаем умом а желаем сердцем и мне сейчас показывают как это работает вот такое намерение желание души она как будто очищает сам путь от разных умственных форм когда мы создаем свою судьбу внутри колеса сансары и там есть разная обусловленность которая создана умом мы выходим за их границы тонкая намерение исходящее сердце из того что есть любой любовь она сама пребывает в этом благоприятном она и есть это благоприятное поэтому это желание но бесформенное это как выражение быть собой настоящим и тогда и судьба она тоже становится как этот бесконечный океан любви и все границы в этом океане растворяются поэтому и сама судьба меняется она становится более благоприятным так как это сама любовь начинает проявляться в этом мире для любви нет никаких преград нет никаких рамок и ограничений сама любовь протекает по нашей судьбе сотворяет судьбой любовь это и есть благоприятное то есть то что мы есть и мы проявляем эту любовь то есть сотворяем свою судьбу являясь этой любовью не нужно думать ни о каких событиях нужно просто быть тем что мы есть и проявляться в этом мире как любовь проявляться в своей судьбе как любовь и сейчас мы поиграем такую игру внутри проекции оставаясь при этом чистым проявлением любви там где у нас есть проблемы в судьбе не надо сильно конкретизировать но мы просто видим свою судьбу и видим что есть некие такие может быть как затемнение или есть какие-то проблемы и камни преткновения может это выглядеть в разных образах это неважно как-то выглядит ощущаем какие-то нерешенные моменты судьбе в общем течение судьбы и прошлое настоящее будущее мы просто больше начинаем проявлять эту любовь таких местах мы как бы присутствую сами в этих местах мы как любовь вот таким вот образом мы меняем свою судьбу есть больше любви больше своего естественного чистого проявления как свет любви присутствую в себе можно сказать что мы просто увеличиваем свое присутствие божественное присутствие в этих местах увеличиваем свое присутствие в своей судьбе свое истинное присутствие не свою часть как проекции а свое состояние безграничности проявление любви как то что мы есть самом деле и теперь просто все отпускаем ощущаем себя опять не в рамках игры а бесконечном океане где нет никаких границ к темы есть только то что мы есть но есть любой и из этого состояния просто ощущаем свою судьбу еще раз где есть наша маленькая частичка которая и и проживает мы благословляем сами себя получается да мы благословляем эту свою часть то есть мы льем больше света и любви на свою же часть которая проживает эту судьбу этой жизни благословляем свою судьбу благословляем судьбу на то чтобы она была благоприятна для нас благословляем здоровья благословляем любовь отношения семью благословляем работу труд проявленность и все сферы своей жизни благословляем благословляем любое взаимодействие с людьми все наши связи благословляем 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 самих себя и еще раз благословляем всю свою судьбу весь отрезок жизни от рождения до смерти пусть все будет благоприятно самым лучшим образом пусть все будет наполнено любовью пусть во всех дела будет оказана максимально эффективная помощь поддержка благословляем всех людей которые присутствуют на всем отрезке жизни благословляем все ситуации в жизни благословляем свою карму translates to the sources & B подготовлено alan и И еще. И еще раз благословляем всю свою судьбу. Благословляем ее пребывание в переплетении судеб. И снова ощущаем себя как то, что мы есть. И снова ощущаем себя как то, что мы есть. И теперь ощущаем свое физическое тело. Возвращаемся в привычное состояние сознания. И заканчиваем практику. Ключевое было то, что мы благословили из состояния, где есть электричество, где есть ток. Благословили сами свою судьбу. То есть Бог благословляет, это фактически мы сами себя благословляем. Сами благословили свою судьбу. Это и есть изменение. То, что даст изменение каким-то образом. То есть вот это благословление, это и есть ключевое. То есть, а благословление, это и есть любовь. А любовь, когда присутствует в самой судьбе, она и разрешает это все. То есть она и сотворяет вот это. А сотворяет, где больше любви, соответственно, там лучше все и происходит. Соответственно, проблема наша от чего? От того, что там любви нет. Вот там, где нет любви, там у нас есть проблемы. Соответственно, увеличение присутствия любви создает как раз разрешение этих проблем. То есть больше любви присутствует, лучше ситуация, значит, складывается, соответственно. Вот. То есть мы из части нечто большего увеличили свое присутствие в меньшем, да, вот в этой части, в проекции, в самой, в переплетении судьб. Все правильно. То есть не то, что тебе надо это делать, да, ты, это и есть любовь. Но мы забываем как бы здесь, да, мы просто не помним об этом все время, да. А для этого надо пробудиться, чтобы помнить все время. То есть все равно все дороги ведут к этому, к побуждению. То есть, ну, опять же, то, что мы в прошлый раз говорили, это не освобождает от кармы, это изменяет ее. То есть внутри, мы здесь, в этой проекции проживаем карму некую. А значит, если мы уже какой-то опыт сотворили, мы его все равно проживаем. Но вопрос, как мы будем проживать? Мы можем по низам, а можем по верхам. То есть можем со стороны посмотреть, например, там, ну, допустим, пожар какой-нибудь, да. Мы можем сгореть в огне, по жесткому, например, карму пройти. А можем, не знаю, по телевизору этот пожар посмотреть или огонь просто вообще там в камине горящий, например, увидеть по телевизору или там просто где-нибудь проходя мимо. Это будет одно и то же отработка, одна и та же отработка кармы, но вот в разной степени прохождения. Вот это мы можем изменить. Но то, что огонь, например, будет присутствовать, мы это не можем изменить. То есть это есть как бы сотворенная карма. Ну, например, там, мы когда-нибудь что-нибудь сожгли, там, убили, например, на костре кого-нибудь сожгли, да, то в этой жизни мы, не знаю, там, будем лицезреть или будем сидеть у костра, например. Это будет самое, там, например, такое лайтовое прохождение кармы. А сгореть в огне – это будет тяжёлое прохождение кармы. Когда мы сами искупление создаём вот это вот, да, через такую, например, убили кого-то в огне, сами сгорели в огне, да, одно, но, равно, знак равно. Вот, и чем больше любви присутствует, тем, соответственно, меняется вот эта степень. Но это ещё карма – более сложный механизм, то есть эта степень меняется ещё от того, ну, мы неким благом меняем всё, да, то есть чем больше мы блага сюда привносим, то есть проявление этой любви, это не только на какие-то ситуации кармически влияет, это в целом влияет. То есть чем больше любви, тем лучше самопроживание. То есть мы творцы, мы вот ежемыкновенно, да, мы сотворяем свою реальность. И чем больше в этой реальности присутствует любви, вот в этом моменте, да, тем лучше сотворяется всё. И это и прошлое, и будущее, и настоящее. То есть мы как бы, ну, на самом деле в судьбе это как выглядит. Всё сотворено уже. Вот мне показывали, когда, как это выглядит, ну, при расширении сознания. Как выглядит наша жизнь, наша судьба, ну, наша вообще вся жизнь, да, проживание. Всё сотворено уже. Вот каждое мгновение нашей жизни, каким бы оно ни было, каким бы оно ни могло бы быть когда-либо, в любом сценарии, в любом варианте проживания, оно уже сотворено. То есть это миллиарды, тысячи, там, бесконечностей в каждом моменте находится. Представляешь, сколько? И умножит она каждое мгновение жизни. То есть всё сотворено, абсолютно всё. Это вот к вопросу, существует ли судьба, да, или там наш мир. Или не существует, да, есть ли у нас свобода выбора что-то менять. У нас есть свобода выбора менять. Это наши переходы в рамках того, что сотворено. То есть у нас есть свобода воли, свобода выбора. Это свобода выбора, она существует, но она существует в сотворённом. Поэтому то, что сотворено, нет этого изменения. Это статично, это уже существует, да. То есть все миры, всё, 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 что можно было бы придумать, оно всё уже существует. Но мы творцы в том, что существует. Вот в этом мире существующем, да, в котором есть в каждом мгновении бесконечное количество. На все переходы. Да, мы можем переходить с ветки на ветку. То есть, как дерево растёт с одной ветки на другую, это есть изменение судьбы. Вот в пятом классе я училась, мне показали судьбу тогда, я помню. Шла в школу, и вот мне показали судьбу в виде дерева как раз. Что мы растём, мы рождаемся, мы растём из корней. А корни – это наши судьбы прошлой жизни фактически. Это корни, которые дали ростку этому прорасти в эту жизнь. И дальше мы из ствола уже двигаемся с ветки на ветку, можем переходить. То есть, разветвление идёт, линии жизни, линии судьбы. И вот там, где ветка раздваивается, это есть вот эти переходы. Например, мы выбираем в одну сторону пойти по судьбе или в другую сторону. В ключевые моменты мы можем менять судьбу. То есть, это определено, с одной стороны, вот эти ключевые моменты. Но момент выбора, пойти на правую ветку или на левую, вот это мы можем выбрать. Например, одна ветка засохшая в конце, другая ветка цветущая. И вот мы можем выбрать, на какую пойти. Соответственно, определяет это карма наша и, собственно, наше осознание проживания жизни. То есть, наше чутьё сердца, опять же, оно определяет. Не мы там умом пошли и решили, куда нам пойти, хотя ум там тоже участвует. А мы, как то, что мы есть, мы внутренне знаем, куда нам пойти. И нас ведёт судьба, как мы чувствуем свою судьбу, куда нам пойти, что нам сделать. Вот, поэтому таким образом мы можем менять свою судьбу. То есть, чем больше в нас любви, тем больше, можно сказать, мы чувствуем, где нам хорошо, да, куда нам пойти, где благоприятно. То есть, это уже в нашем мире создано. Поэтому мы этим внутренним чутьём можем определить просто свой вектор движения. Вот. И, соответственно, судьба от этого меняется. То есть, обстоятельства жизни, они могут вот эту карму облегчать. Это не значит, что её не существует. То есть, она всё равно будет существовать. Мы облегчаем просто её проживание. Поэтому то, что у нас на жизни выбрано, проживать жизнь как-то, какие-то там уроки проходить, например, вот мы в этих рамках и проходим, да. Всё равно. Поэтому, например, там, ты можешь болеть жёстко как-нибудь, да. Ты, например, мог бы вообще сейчас умирать от боли, там, не знаю, в скрученном состоянии вообще, когда ты не можешь ни говорить, ни сидеть, ничего не можешь. Да. А можешь там, ну, легонечко как-то, например, поболеть. То есть, вот это ты можешь выбрать фактически, да. То есть, увеличивая вот эту степень любви во всём этом проживании. Карма всё равно существует, да. А твоё проживание в нём будет меняться, например. Вот. Другой ещё вопрос есть. Вот степень концентрации. Например, можно сильно поболеть, но чуть-чуть, а можно долго, но слабо, например, да, но во времени растянуть. То есть, концентрация одна, да, а во времени она может сжиматься или, наоборот, распространяться. Вот ещё такой момент есть. Вот. Это тоже можно выбирать. То есть, в судьбе, да. Это тоже, опять же, внутренним чутьём. Там, как тебе лучше? Что для тебя более благоприятного? Там, быстро, но жёстко, или долго, но медленно? Это легко, но медленно. Вот. То есть, это есть степень выбора. Тоже. Вот. Точно так же, как и нельзя, наоборот, притянуть то, чего нет. Например, нет у человека в судьбе, там, не знаю, какой-нибудь жести, которая есть у других. Так её и не будет, хоть он и хоть что там сделает. Но нет, если очень постараться, может быть, можно на эту ветку перепрыгнуть. Но, в принципе, всё равно всё уже выбрано. Поэтому лучше даже об этом не думать. Лучше думать о хорошем. Вот там, где есть максимально хорошо для нас, думая об этом, мы как бы с этим сонастраиваемся. Да, поэтому мы можем, это мы сонастраиваемся мыслями своими. Если мы, например, думаем о своей судьбе как самое вообще лучшее прохождение, да, вот на пике, на пике благоприятного того, что может существовать в нашей судьбе. Вот если мы об этом думаем, мы как бы сонастраиваемся с этим, мы притягиваемся туда, да. Мы притягиваемся туда мыслями, мы притягиваемся туда чувствами, да, потому что мы начинаем что-то проживать и чувствовать. И, соответственно, душой мы тоже устремляемся к этому, потому что это есть самое лучшее для нас. Душа, она и так хочет быть, да, максимально эффективна в проживании в своём. Вот, если это есть максимально эффективное, самое лучшее, да, максимально эффективное проживание для нас, тогда душа, естественно, это её естественное желание, да, естественное стремление быть самым благоприятным. И мы начинаем туда естественным образом подтягиваться по судьбе. Поэтому вот что, опять же, называется мысля материальная, да, и позитивное мышление там меняет судьбу. Вот это, есть вот это проявление как раз. Поэтому даже просто, если мы будем держать свой фокус на том, что мы хотим свою жизнь проживать максимально на пике благоприятного, на пике любви, вот в этой степени есть самое большее проявление любви, нас как любви, да. То есть мы в этой проекции существуем на этом этаже проявленности в самой большей степени проявления любви. То есть если мы судьбу будем рассматривать как там дом, например, там 12 этажей в доме, то мы можем, например, на 12 этаже самое максимальное количество любви в проекции, внутри, да, вот этой иллюзии. Вот мы можем на 12 этаж заехать и проживать эту жизнь там, свою судьбу там. И там будет максимальное количество любви. Вот надо к этому просто стремиться. Соответственно, там всё равно будет проживание кармы, но оно будет каким-то благоприятным. Вот. Что мы сегодня сделали? Это мы побродили по этим этажам, то есть увеличили степень любви и, соответственно, возвысили своё пребывание. То есть перешли, может быть, на какой-то другой этаж, там, где больше любви. На какой этаж, мы не знаем, да, вот здесь. Вот мы не знаем. Это может быть путешествие по этажам даже в разных ситуациях. Но увеличение любви, оно всё равно будет всё время возвышать. Чем больше любви в нашей судьбе, тем, соответственно, мы выше по этажу в этом находимся. Но это, на самом деле, в многомерности более сложная схема, но примерно так. Для понимания хотя бы в трёхмерном восприятии, это примерно как путешествие по этажам. Мы можем определить, где мы находимся сейчас в своей судьбе. На первом или на двенадцатом. Сколько любви в нас, в нашей судьбе, сейчас, на момент настоящего. Поэтому делаем практику, соответственно, если чувствуем, что меньше любви стало проявлено. Вообще, эту любовь, вот её надо сейчас здесь ощущать. Как будто мы оттуда из своей божественной части здесь уже любовь создаём. Вот мы сидим, а любовь здесь, в этой проекции существует. И эта любовь вокруг нас, внутри нас. То есть это надо вот в реальности в этой ощущать. Не там, когда мы в медитации. Мы же, жизнь, проживаем не в медитации, сидя. Мы проживаем её просто. Ходим туда-сюда, что-то делаем там. Не знаю. Думаем. Действия какие-то совершаем. И в этих простых вещах проживания жизни мы должны ощущать эту любовь, которую мы вот оттуда сами себе сюда дарим на протяжении всей жизни. То есть в реальности берёшь и ощущаешь это. Вот здесь вот сидим, разговариваем, а любовь это льётся через нас. Судьбу меняю. Но в сложностях тоже она должна течь. Да, в сложностях она тоже должна. Это наоборот, как бы вот сложная ситуация есть, а ты чувствуешь в этой сложной ситуации, например, что любовь, она всё равно течёт и увеличивает сама в себе, да, во всём. Понятно, что там, где легко течёт, там она и так есть. Но мы-то говорим про изменение сложностей, поэтому надо, чтобы в сложностях она тоже увеличилась. Соответственно, от этого и сложности улучшатся. Вот. Но тут вопрос в том, что это нельзя сделать насильно. То есть ты, вот из состояния, почему мы вышли за пределы проекции. проекции. Потому что внутри проекции, вначале там я говорила, ты не можешь это сделать, когда ты внутри проекции находишься. Ты можешь это сделать только оттуда, когда ты есть, как любовь. А здесь это будет как механическое действие из проекции самой. Поэтому высшее я надо ощущать. Высшее я – это и есть любовь. Это наша часть, которая пребывает всегда везде в Боге. Вот. Поэтому с этого у нас всё началось. С высшего я. Вот. Ну ладно. На этом и закончим.